В Московском государственном гуманитарно-экономическом университете студенческие каникулы завершились ярким творческим праздником, международным фестивалем «Жизнь безграничных возможностей». В этой ладони наше учебное заведение. И на этой ладони вся ваша жизнь. Жизнь безграничных возможностей. Я первый раз расшифровываю этот девиз, потому что этот логотип автором являюсь я сам. И вам раскрываю весь секрет этого логотипа. Традиционный фестиваль проходит уже в шестой раз, а его участниками становятся творческие коллективы, артисты и художники из многих регионов России и зарубежных стран. В заключительный день фестиваля были награждены лучшие исполнители. В номинации «Жестовое пение» победителями стали ансамбли из Рязани и Кирова, Перми и Костромы. А гран-при завоевал творческий коллектив «Шаг к мечте» из Великого Новгорода. Душу спасти, ты прости нас, Господь, и грехи отпусти. Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти. Ты прости нас, Господь, ты прости. Спасибо огромное, ребята. В номинации «Вокальное мастерство» победителями стали Анастасия Беляева и Анна Карасева из Рязани, постоянные участницы фестиваля. Мы приезжаем на каждый фестиваль, всегда ждем с нетерпением. Эмоции, они зашкаливают, нет слов. Здесь всегда очень тепло, уютно, комфортно. Вагиф Дейрушевич уже прям родным человеком стал. Ну и вообще университет. Здесь все очень замечательно и всегда сюда едем с большим удовольствием. Аня участвует в фестивале уже шестой раз, со дня его основания. В этом году она исполнила песню собственного сочинения, а ее подруга Настя с детства увлекается народным вокалом. ПЕСНЯ Любовь к песенному творчеству помогла девушке в выборе профессии. Ее будущая специальность – музыкотерапия. Я заканчиваю сейчас педагогический университет, и поэтому я планирую совмещать и вокальное творчество, и педагогическую деятельность, потому что в процессе учебы я поняла, что, оказывается, с детьми работать тоже очень здорово. Перед выходом на сцену волнуются и артисты, и их наставники. Это не важно совершенно. Сейчас главное – настоящие эмоции. Первый год. Ребята с проблемами слуха через яркие зрительные образы раскрывают содержание произведений разных жанров – классических театральных сцен, поэтических миниатюр, современных авторских композиций. Они понимают, что это большой шанс для них, что они могут поехать. Они общаются, они очень общительные, они очень жизнеэкспрессивные, поэтому они стараются это переносить и на сцену. Поэтому им, конечно, нужен выход их творческой энергии обязательно. Поэтому они, конечно, очень любят этим заниматься. Романтическая философская притча о творчестве, выраженная языком жестов, рассказывает о том, как рождаются образы и приходит вдохновение, как труден бывает путь художника к своему идеалу. Борьба творца с тем, что происходит внутри него. И именно это мы постарались как-то показать. Муза, вдохновение, его музыкальный инструмент, даже не иметь в виду музыкант, это неважно, что это, танцор, или это певец, или это поэт, писатель. Главное – это вот эта внутренняя борьба вдохновения, откуда оно берется, каким оно бывает. И вот об этом мы много рассуждали, и вот это вылилось в наш номер, вы знаете, что такое флейта. Знаешь, что называется флейта, и что называется флейта зовется «Моя жизнь». Театр мимики и жеста «Акварель» из Курска получил гран-при за актерское мастерство. А в номинации «Танцевальное исполнение» с гротескным номером в стиле брейк-данс одним из победителей стал коллектив «Приз-сюрприз» из Архангельска. «Акварель» 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 из Архангельска. Именно в творчестве у них нет ограничений, у них нет то, что у них есть ограничения физические, в творчестве они преодолевают и показывают всю свою душу. И она у них такая открытая, такая чистая, что я сам учусь у них доброте. Также призы были вручены в номинациях «Художественное творчество» и «Декоративно-прикладное искусство». Участниками фестиваля стали сотни талантливых молодых людей и их наставников. Уважать друг друга – это прежде всего быть толерантными, быть жизнелюбимыми во всем абсолютно. И мы постарались в эти три дня дать вам возможность максимально, чтобы вы могли бы действительно почувствовать себя, что вы такие же равные во всем. Неравные те, которые не понимают вас. Неравные те, которые не ценят вас. А мы вас любим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...